Рукоделка Картонка Новогодняя мишура Клей-пистолет Ножницы Ручка И любая тарелка, подходящая вам по размеру И, конечно, новогодние шарики Из всего этого мы сейчас с вами будем творить рождественский венок Первое, что мы с вами возьмем, это картонку Картонку я оторвала от старой коробки И возьмем еще миску Миску можете найти дома, она не обязательно должна быть такой Она может быть стеклянной, пластмассовой, неважно Главное, чтобы она подходила вам по размеру и имела круглую форму Создаем вот такую конструкцию Маленький круг я нарисовала с помощью нашей тарелки А большой уже сделала на глаз Примерно здесь 3 сантиметра Вырезаем большой круг, а затем вырезаем середину Маленький круг Маленький круг Маленький круг Дальше в ход у нас идет мишура И клей пистолет Сейчас с зеленым цветом мы будем создавать эффект такой, что как будто на этом кругу у нас елочка А потом вешать на нее шарики Чтобы нам обклеить шар, берем одну зеленую мишуру Я купила две на случай, если не хватит Дальше мы будем крепить клеем пистолетом И вот так вот продевать через кольцо, обматывать круг Сколько хватит Поехали! 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 Комната Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать, какого числа вы наряжаете елочку и какие на ней игрушки, которые вы делаете своими руками или вы все же покупаете в магазине. Сейчас я расскажу, как мы празднуем Новый год. Вот уже 12 лет подряд мы едем в Ковров к моей любимой бабушке Зое и отмечаем Новый год у нее. Там у нас висят разные игрушки. Есть игрушки, которые я делала сама и перевозила ей, а есть, которые покупали в магазине. Каждый год я привожу ей по одной новой игрушке. Еще я хочу рассказать о том, что когда бьют куранты, когда уже наступает Новый год, наша бабушка уводит нас в другую комнату. Например, мы помогаем убирать посуду со стола. Она вешает денежки на елочку, прячет их. И на старт, внимание, марш мы с сестрой их находим. Сколько денег нашли, столько мы можем и забрать. Наша мишура закончилась. И сейчас я возьму вторую мишу. Опять же, с изнаночной стороны я ее закрепляю поплотнее к этой. В этом году своей бабушке я привезу вместе с игрушкой этот новогодний венок. Я уверена, он ей понравится. Его можно повесить в комнату или, как принято вообще на Рождество, на Новый год, вешать на дверь. Но могут спереть. Так что мы, наверное, повесим в комнату. Когда мы уже почти на финише, нам нужно приделать такую штучку, чтобы она держала наш венок. Клеить мы ее будем с обратной стороны. И затем еще закрепим вот таким квадратиком ткани. Приклеиваем. Нам осталось доклеить мишуру. Приклеиваем. 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 Разбавим на зеленый цвет золотом. И наклеим нашу желтую мишуру. Оторваем от нее этикеточку. Но мы не будем ее так плотно. Ее нужно, чтобы хватило на весь венок. Так что мы ее будем клеить как можно реже. С изнаночной стороны я сейчас начну от ручки. Фиксируем ее. Старайтесь фиксировать на картон. Я даже не вижу, где у меня тут картон. Мы отрыли картон. Клеим клеюшку. И фиксируем хвостик. Ждем с друзья. Ну все, и поехали. Делаем это не прямо, как делали с елкой, а чуть-чуть на эстость. Так будет выглядеть более симпатичнее. И еще я думаю, что мы ее не будем приклеивать, а просто обмотаем. И еще я думаю, что мы в 12. У меня здесь есть шесть. Будь осторожен хвостик. И еще я думаю, что если посмотреть, а здесь клеим. То есть похоже. И еще раз. Надо было общаться. Хвостик также фиксируем. По-моему, получается очень симпатично. Ну и самое приятное, что мы сейчас будем делать, это уже украшать. А украшать мы будем шариками. Я купила самые дешевые шарики. Они стоят 5 рублей. И сейчас мы будем по очереди их наклеивать. Сейчас я распределила композицию. Покажу вам, что я сделала. Я оторвала веревочку с креплением и оставила только вот эту штучку. Распределила шарики и теперь нам осталось их только приклеить. Я решила сделать так. Вокруг красной штучки обклеить клеем-пистолетом и уже туда закрепить. Крепится оно нормально, но, конечно, если вы не будете дергать. Клей-пистолетом наносите побольше. Клей-пистолетом наносите побольше. Ребята, клеить не обязательно шарики. Возьмите какие-то шишки, может быть засушенные фрукты. Можно пластмассовые фрукты купить, если они красивые. Я хотела клеить шишки, но они под снегом и я их не смогла нарыть. Вы можете клеить все, что вам нравится. Можете приклеить даже конфетки. Если конфетки приклеить не сильно, можете сделать так, чтобы потом каждый шлен семьи подошел и взял оттуда конфетку. И еще мне будет интересно почитать, какие же традиции в вашей семье связаны с праздником Новый год. Вот так легко и просто мы сделали украшение к Новому году. А вместо петельки я сделаю бантиком. Украшу бантиком, который сейчас сделаю. Я завязала простой бантик и сейчас его приклею. Если тебе понравилось моё видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. С тобой была Настя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok